В Омске раненая собака несколько часов провисела на заборе. У животного порезан живот. Самостоятельно выбраться пес не смог, застрял между прутьями. Эта история произошла еще неделю назад, но известно о ней стало только сегодня. Как животное оказалось подвешенным на ограждении и спасли ли его, расскажет Юлия Думанова. Подвешенная собака находилась за этим забором. Территория принадлежит спецавтохозяйству. Об инциденте сейчас напоминают затертые следы крови на вольере. По всей видимости, пес пытался сбежать из клетки, но напоролся на стальные прутья. Как вскулила собака, услышали сотрудники приюта друг. Он находится по соседству. Чтобы спасти животное, Татьяне пришлось брать барьер. У него просто не было силы. Когда я его взвалила на плечо, чтобы вытащить задние лапы, он просто уже повис как тряпочка. Татьяна рассказывает, что перед этим пыталась обратиться в спецавтохозяйство. Однако охранники отказались что-либо предпринимать и вызывать специалистов. Произошло это в выходной. А почему собака у вас висела? Женщина, можете с нами поговорить? Нет. Сегодня мы попытались пообщаться с сотрудниками спецавтохозяйства. Приехали в рабочее время, хотели спросить, почему они не помогли раненому псу. Вот только диалога не получилось. С сотрудниками спецавтохозяйства пообщаться не удается. При виде нашей съемочной группы они закрылись в кабинете. Пес, его назвали Шансон, выжил. Серьезно пострадали мочевой пузырь и желудок. Прошла уже неделя, он начал ходить и сам есть. Впереди реабилитация. Каждый день ему ставят уколы. Ну естественно, если бы он еще провисел, не то что ночь, а хотя бы еще часика, два-три, он просто бы умер. Ну, во-первых, висение вниз головой, сами понимаете, что это про излияние в мозг. И он передавил себе область живота. Очень сильно пострадал желудочно-кишечный тракт, мочевой пузырь. Пес Шансон получил шанс на жизнь. Если бы он остался в спецавтохозяйстве, его бы усыпили через 10 дней. Теперь приют-друг ищет для него хозяев. Юлия Думанова и Максим Мартынов. Антенна 7.